В Ненецком округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от ковида уже получили более тысячи жителей Заполярья. Началась поставка препарата Гомковид-ВАК в отдаленный населенный пункт региона. Одним из первых привились жители села Ома. В процедурном кабинете Омской амбулатории в самом разгаре массовая вакцинация сельских жителей. Медики признаются, такого ажиотажа не ожидали. У нас в администрации по объявлению люди так, все там записались, все потом уточнялось, потом к нам пришли. Все получили документы, которые нужно оформить, согласие, там все прочее. Люди все у нас активно, все пришли. Первая партия вакцины в Ому поступила в количестве 135 доз. Из-за особенностей хранения и использования препарата, он перевозится в замороженном виде, все 135 доз были поставлены за один день. Желающих привиться в Оме оказалось довольно много. Почему решили вакцинироваться? Чтобы не умереть в дальних регионах. Нас ведь никто не будет спасать. И ВЛов у нас нету, поэтому мы привьемся обязательно всем селом. А то я вакцинировку решил. У меня дети и росли, которые хотят вакцинироваться. Потому что нахожусь в зоне риска, работаю в аэропорту, общаюсь с людьми, что, наверное, поэтому в первую очередь. Чтобы не заболеть. Все болеют, даже смертельные случаи. Нам, людям пожилого возраста, надо уже, как говорится, думать о том, пожить еще хочется. В первую очередь вакцинируют граждан из группы риска, пожилых людей старше 60, работников медицинских и образовательных организаций, а также социального обслуживания. Перед тем, как поставить прививку, каждого пациента осматривает врач. Каждый, кто поставил прививку от коронавирусной инфекции, остается в амбулатории еще около получаса. Таковы требования. Вакцинация гам-ковид-ваком состоит из двух этапов. Вторую дозу препарата привившиеся получат через 21 день. Как рассказала в интервью заведующая Омской амбулатории, сегодня эпид-обстановка по ковиду в селе стабильная. Наблюдается лишь небольшой подъем заболеваемости ОРВИ. В связи с этим Александра Маркова обратилась к главе региона с просьбой доставить в ОМУ противовирусный препарат. Знаете, вот у вас была такая гуманитарная помощь, трезиверин препарат. Это правда, да. Вот, да, и знаете, что и он себя... Противовирусная. Да, и вот сейчас у нас идет как раз вспышка такая небольшая ОРЗ, да. И вот этот препарат на взрослых людях себя показывает замечательно. В ходе диалога Юрий Бездудный заверил, что все необходимые препараты, а также тесты на антитела будут доставлены в ОМУ в ближайшее время. То, что вакцину здорово, наверное, привезли, потому что в НСИ уже немножко так проблемки возникают и серьезные. А здесь ни одного человека больного нет, поэтому очередь большая. Народу много выстроят для вот такой вакцинации. Поэтому я думаю, что очень нужное, важное. Также привиться от коронавируса смогли жители Тельвискин, Эльминоноса, Андиго, Оксина и Коткина. Напомню, записаться на прививку от коронавирусной инфекции можно через портал Госуслуг или в медицинском учреждении, за которым закреплен гражданин.